всем привет вот купил себе такой лазерный проектор просто понравился видом решил купить что-нибудь простенькое такое самое он трехцветный красный зеленый желтый то есть два модуля красный и зеленый когда цвета смешиваются получается желтый вот так он выглядит честно говорю так просто понравился видом не то что в нем была какая-то потребность когда-то увидел магазине мусторг раньше проглялся просто 1 видом нигде конечно нашу я такой не встречался мы ну в общем увидел продают бушный решил короче купить давно немного за брачком ну то есть это самое в нем этот перегорел красный лазер красный лазер здесь не светит кстати уже наверно вот фирма лон линг ну как сказать это самое ну редкая такая фирма скажем не попадалась она мне особо ты только вот один проектор упал только он был фиолетовым давно не давно кстати такая шляпа была на лучше да хоть конечно и цветом красиво был но был но не по раз а вот это прям видом красивенький такой вот сейчас сканирую системы языкальки на шагов мотор покажу и потом сейчас я покручу туда-сюда короче вот так он выглядит и сейчас мы его разберем разберем немного расскажу про лазерный модуль там ну и что там внутри естественно это ну в принципе не хватит придумаем вот так он выглядит внутри так сейчас это тоже сниму давайте вот такая оптическая скамья так ну и чё сейчас секундочку сейчас я вот эту штуку сниму и я немного расскажу вообще по саму систему вообще чуть чуть для чего здесь так сказать поподробнее больше так молодец шлиф идет к микрофону и двум светодиодам отложим так ну вот лазерной оптической скамья зеленый красный это трансформатор то есть я так понял трансформатора две фазы выходит то есть здесь не импульсный блок питания а вот такой то есть информатор стоит и где-то здесь сделан диодный мост собранный то есть сейчас сам контроллер отвалился не настолько все старые что отваливается уже вот так выглядит контроллер у него на этой микросхеме зашит dmx и узоры и модуляция для лазеров то есть здесь вот подключены шаговые двигатели не все двигатели по моему вот подключены я так думаю да а это шлиф идет вот он шлиф идет так ну чё ж это мы назад сейчас воткнем и про что я хотел рассказать это я рассказать про вот такой вот лазерный модуль в первую очередь но многие ну и многие это задачи с такой фигней почему у этого лазерного модуля много проводов как сказать вот так видите сколько идет то есть сейчас я вот как раз об этом расскажу чуть-чуть почему столько до хрена то есть если вы действительно как говорится так сказать ну богатый буратино так сказать самое и никакой мечты у вас не было купить лазерный проектор и вот вам действительно попался лазерный проектор где вот стоит вот именно такой модуль либо такие модули то есть где много проводов то есть у некоторых эти лазерные модули не сгорают допустим сгорает сам лазерный модуль и некоторые считают правильным оказывается поставить указку сюда обычно лазерный указок ну да почему даже мощнее сразу говорю указок сюда ставить нельзя просто нельзя потому что это самое данный прибор он сконструирован так чтобы работать скажем на улице то есть и чтобы а так как зеленый не может работать ну по низких температурах у него встроен подогрев подогрев и контроль температуры то есть внутри то есть если если у вас действительно попался вот такой модуль где много проводов желательно бы его отремонтировать то есть это самое вот кот заебал то есть купить к ним комплектующие которые у него сгорели ну то есть это скажи либо инфракрасный диод либо сам кристалл заменить в лазерном модуле и лучше его отремонтировать такому либо купить такой же в точности модуль и поставить в лазерный проектор то есть и сама указку сюда как нет креста не просто это неправильно нет вот выкидывают думаю что-то типа взаимозаменяем нет незаимозаменяема то есть у вас до чего там у вас все собьется у вас действительно ему скажем будет неправильно вот то есть отсюда сюда кто потом приходит на плату на указку допустим а салипс алиэкспресс лазер 303 самая может 50 миливать могут могут меньше самое но яркий так сказать да может больше даже то есть он же будет неправильно модулировать его то есть вот эта плата если вы это плата вас выжила и она она будет неправильно модулировать его то есть что-то надо похожее ставить но лучка не лучше конечно данный модуль отремонтировать либо купить это в точность такой же чтобы говорить прибор работал нормально так что еще хотел так сейчас я конечно делал включу чтобы показать как я делаю чуть работает конечно саму модуль мы как-нибудь ну то есть отдельно видео вот самое про лазерные модули про 532 и другие сама красный едва горит то есть он ничего не рисует значит он сгоревший зеленый горит нормально так вот за счет интересно другой вентилетром не крутится кстати очень большая редкость чтобы вентилятор здесь не крутился да сейчас мы попробуем попробуем монах тоже значит снять чуть-чуть вентилятор и посмотреть как вообще-то сам модуль сделанный вот сейчас мы будем открутим последний чтобы снять стенку чтобы снять стенку сейчас я немного кручу вентилятор здесь он здесь по сути тандельчик не нужен посмотреть что там что там хоть сам на лазерный модуль стоит то есть какой мне сюда покупать где то что ворот как должен стоять на инфракрасном то есть на инфракрасном диоде c mount должен был сделан модуль то есть отремонтировать его я сказал так недорого для 50 милливатт да это с этим будет 50 милливатт забыл показать ну и телефон вот 50 милливатт вот так он у него написано так ну чё ж продолжим любопытствовать где-то мне так кажется что наконец кажется сами все это уже сгорел ну давайте выкручиваем на шкуру то есть вот вот именно такой модуль вот недорого отремонтировать естественно конечно будет поставить все правильно то есть как там не стоит только новое допустим в нем или проще купить либо такой же либо похожий нет не спорим может допустим больше можете скупить будет конечно поярче все это дело так и сейчас мы еще поглянем на как он модуляции тзл или аналоговый потому что сразу что хочу сказать это лазер проектор он может затемнять цвета да вот так выглядит сам модуль то есть и телефон заглючил там кажется какая-то фигня не понял про кинет керамика керамика стоит да может и тут керамика тупо керамика так чуть-чуть хотел то есть конечно сделал надо дирать здесь да ну уже отсюда видно да то что здесь никакой не не c mount стоит и стоит обычный это самое 5-миллиметровый диод инфракрасный который накачивает зеленый то есть ничего такого говорится сложно например c mount это мощник используется от 200 милливатт по моему не стоит то есть главное для его качества уметь выковырнуть ну ладно потом мы как нибудь да кстати а куда куда а вот вот сейчас я вам даже покажу куда здесь чего идет и провода вот вот датчик температуры да здесь вам просто незадачивать его туда сунули да вот это у нас чё а стоп это у нас керамическая фигня то это как раз подогрев да вот это керамическая фигня это подогрев вот сейчас включим его сам и попробуем будет она греться или не будет о видите это разработали стоп а чё там перестал работать за срань цель а вот че он это это он на тепло на тепло за срань цель реагирует то есть я вот или он здесь отпаянный до теплота вот я его так подержал этот самый и интеатр закрутился очень интересно так чё-то я это не ощущаю что он что-то грелся обычно это дело ну как сказать ну ощутимо так когда он он грелся так а ну-ка поэтому еще дать потрогаем заведется в инте заведется вентилятор вот раз о закрутился ну короче вот это вот вот это вот это подогрев керамической балдашки это его подогрев со модуля то есть его как-то надо аккуратно разобрать и допустим если он сгорел заменить его комплектующий то что внутри так ну чё ж когда-нибудь я его до конца разберу будет кстати будет короткое видео про него про этот модуль ну как и про многие так ну сейчас конечно вот я бы что показал как-нибудь сниму небольшой клип ну то есть там просто под музыку будет конечно отдельно то есть пока что показать что он вообще пути рисует так ну все на этом ну все на этом он или либо липу